Современные исследования показывают, что отец может выполнять абсолютно те же действия, которые выполняет и мать. Все за исключением одного. Он не может кормить грудью маленького ребенка. Все остальное мыть, гулять, заботиться как-то иначе отец может делать. Курсы по подготовке матерей к родам стали довольно массовым явлением уже в середине 70-х годов XX века. Постепенно к этим курсам стали проявлять внимание отцы, они стали ходить на эти курсы в ряде случаев, но должного эффекта в большой части случаев эти курсы для отцов не приносили. Это подтолкнуло к тому, чтобы создать отдельные группы для будущих отцов или первые папа школы. Они собой представляли общение мужчин в форме клуба, клубное общение, центральным событием которого было рождение ребенка. На встречах этого клуба обсуждались те кризисные явления, которые возникают в жизни семьи в момент рождения ребенка. Например, первые дни жизни ребенка, первые месяцы жизни ребенка после родовая депрессия могла стать объектом обсуждения папа-групп. Важным моментом является то, что работа папа-группы организуется модератором, который сам является отцом. Не так важно, чтобы он имел профильное образование, главное, чтобы он сам имел опыт отцовства. Первая папа-школа в России, использовавшая шведский опыт, открылась в ноябре 2008 года в Санкт-Петербурге. Эта форма работы с отцами в России приобрела значительные объемы нового содержания. Папа-группы стали также формой социальной работы. Например, в Петербурге общественная организация «Врачи детям» организовала проведение групп для отцов на базе Центра помощи семье и детям. К участию в этих группах привлекаются отцы из семей, которые так или иначе находятся в трудной жизненной ситуации. Вообще в Петербурге и не только в Петербурге папа-группы часто проводились именно в такого рода семьях и часто именно социальные учреждения становились базой для проведения папа-групп. В этом некоторое отличие российских папа-групп от групп для отцов, проводимых на Западе, например. На сегодняшний день то, что объединяет все папа-группы, проводимые в России, это то, что это группы, направленные на воодушевление отцов, в активное участие в воспитании ребенка, в уходе за ребенком. Я сам имею прямое отношение к организации работы папа-групп в России с 2008 года. Я являюсь социологом общественных организаций, которые развивают эту деятельность и наблюдаю эффективность работы папа-групп. Те формы, в которых они реализуются, развитие разнообразия форму деятельности папа-групп в России. Папа-группы, как минимум по состоянию 13-й год, оказывали влияние на практики отцов. Отцы, прошедшие папа-группы, действительно начинали и начинают активнее участвовать в жизни детей. Но по-прежнему считают, что забота о детях преимущественно дело матери. Активное участие отца в воспитании детей оказывает положительное влияние и на семью, потому что снижается количество разводов, снижается количество семейного насилия, демонстрируют исследования, проводившиеся по данному вопросу. Оказывает положительное влияние на супругу, на мать, потому что она получает больше времени для того, чтобы самореализовываться, участвовать в трудовой деятельности. Также активное участие отца в воспитании детей оказывает положительное влияние на детей, потому что также в результате исследований продемонстрировано, что дети, в воспитании которых принимали участие отцы, демонстрируют лучшие результаты развития. Ну и, наконец, для общества также, это важно, в семьях, в которых отцы активно включены в воспитание детей, выше вероятность рождения последующих детей, чем в семьях, в которых отцы придерживались другой модели отцовства. Ну и самое главное, отцы, которые активно включены в воспитание детей, как показывают современные исследования, являются более счастливыми.